Полина Ром. Никто и звать никак. Глава шестая. Когда дверь закрылась, женщины начали подходить ко мне, пытались разговаривать. У некоторых я понимала отдельные слова, но отвечать не собиралась, просто легла лицом к стенке. В скойке меня сдёрнула за плечо крепкая девушка, ну или молодая женщина. Блондинка, грубоватое лицо, длинные косы, крепкая и коренастая. Такой же, как на всех остальных, халат. Не понимаю, что она хотела, но она явно насмехалась и не давала мне лечь. Остальные стояли кружком и смотрели, что и как будет. Я чувствовала их любопытство, какое-то звериное. Тогда я действительно не понимала. Дикая скука. Так многие из них плыли уже не первый месяц. Занятий не было вообще никаких. Спицы и иглы им не давали. Вся забава — разговоры. И хотя за ссоры и драки Таиру с Олесио мог наказать, скандалы всё равно случались. Я попробовала лечь на кровать, но девка опять начала трясти меня за плечо и щипать. Я встала, посмотрела на разгорячённых женщин, на перешёптывания, смешки и хидные улыбки. Я не понимала, что от меня хотят. Посмотрев девке в лицо, я чётко сказала. «Отстань, я тебя не понимаю. Совсем!» И снова легла лицом к стене. На некоторое время мои слова утихомирили толпу. Такого языка явно никто не знал. А во мне уже ворочался гнев и играл в крови адреналин. Когда она начала трясти меня снова, я взвелась с кровати с такой скоростью, что отскочить и посмеяться она не успела. Толкнула я её сильно, так что на ногах она не удержалась. Упала в расступившуюся толпу, нелепо взмахнув руками. Ложиться больше не стала, села по-турецки на койку. Теперь мнение толпы слегка изменилось. Часть женщин начала подсмеиваться над ней. Девка была обозлена. Что-то громко выговаривала, размахивала руками у меня перед лицом. Я в последний раз сказала. «Не понимаю! Не знаю твоего языка! Отстань!» Возможно, она сочла меня удобной фигурой для травли. Возможно, просто бесилась со скуки. Но она плюнула мне в лицо. Я вскочила с койки. Ударить я смогла только один раз, но этого хватило. Я не махала руками и не орала. Я сильно пнула её в промежность. Она согнулась, упала на бок и, прикрывая руками повреждённое место, начала жалобно поскуливать. Да, чисто теоретически я знала, что там очень уязвимое место не только у мужчин. Удар может вызвать даже болевой шок. Но этот удар всё же получился случайным. Драться я никогда не умела. Сейчас я понимаю, что именно этот случайный удар спас меня от многих неприятностей. Женщины так не дерутся. Они вцепляются друг к другу в волосы, кричат, визжат, плюются. Но бить как мужчина. После этого я легла лицом к стене и больше не вставала до ужина. За спиной гудели и разговаривали женщины. Каждые полтора-два часа заходила прислуга и солдаты. Меняли ведро за ширмой маленького окошка без стекла. Проветривали комнату, проверяли, всё ли тихо. Меня больше никто не трогал. Обеда не было. Ужин был не слишком вкусный, но и не совсем противный. А главное, его было много. Кто хотел, получал добавки. Жидкая каша и сухие лепёшки. Каждому в руки дали по странному корнеплоду. Серовато-жёлтый плод весом грамм двести с крупными бугорками. Женщину с удовольствием ели его сырым. Мне он показался безвкусным, и я просто положила его под подушку. Вечером желающих вывели на палубу помыться. Вода была солёная, но тёплая. Я обмылась, не стесняясь взглядов женщин. Мне было всё равно. Счёт дням я потеряла давно, но плыть в общей каюте мне пришлось около двух недель. Раз в пять-шесть дней корабль приставал к берегу, и часть женщин уводили насовсем. С палубы каждый раз после этого доносились гулки и редкие удары молота о наковальню. Отбирал лично Таирус Олесио. Я заметила, что многие женщины хотели покинуть корабль побыстрее. Заискивающие улыбались, изредка что-то говорили ему тихими голосами и просительно смотрели в глаза. Я не просилась, хотя он каждый раз смотрел на меня. Мой черёд пришёл, когда в каюте оставалось не больше девяти женщин. Нас, всех оставшихся, выгнали на палубу. Не слишком высокий мужчина с чудовищно мощными руками и голым торсом надевал на шею каждый из нас металлическую полоску. Потом ставили на колени. Голову боком клали на металлическую плиту с толстенной деревянной ножкой. И этот кузнец точным ударом молото расплющивал заклёпку в торчащих краях ошейника. Сидел металл достаточно свободно, но снять его я бы не смогла. Каждая заходила за ширму, снимала под бдительным взглядом женской прислуги свои штаны и халат, взамен выдавали что-то вроде длинного платья из мешковины. Чистое, но драное, довольно ветхое, в заплатах и с дырами. Даже после длительного использования ткань была жёсткой и грубой. И большой кусок такой же грубой ткани вместо платка. А море здесь было совсем другое. Холодное, серое. Городок окружали заснеженные леса. Он был только небольшим просветом, проплешенный в гуще деревьев. Обуви и так ни у кого не было. Раньше мне надевали кожаные шлёпанцы, только когда выводили гулять по палубе. Сейчас выдали огромные деревянные башмаки. Я с удивлением смотрела, как женщины забивают пустое место между деревом и ногой сухой травой. Кучка такой травы лежала в большой корзине. В лодке к берегу мы плыли с матросами и двумя солдатами охраны. Человек 15-20 мужчин везли отдельно, на двух лодках. Там охраны было намного больше. Таирус Олесио плыл на маленькой яркой ладье с парусом и охраной. Туда матросов не брали. Воины сами поставили парус. Город, к которому мы приближались, был почти весь одноэтажный. Снег лежал на крышах и улицах. Где-то далеко за городом на холме выселся замок с пятью башнями. Ночевали мы в холодном сарае, на куче лежалой соломы. Но нас покормили последний раз остывшей кашей. С корабля я принесла один из тех самых плодов, что вечно не доедала. Он послужил дополнением к ужину. Солому разделили на две части под руководством средних лет женщины. На одну все легли максимально плотно друг к другу. Я замерзла и тоже легла на кучу поближе к другим. Сверху укрылась дерюжной шалью и почувствовала, как на эту тряпку накидывают солому. Через некоторое время я даже уснула. Завтрака не было. Нас довольно грубо вытолкали из относительно теплого сарая на ледяной мокрый ветер и погнали, как отару овец, вдоль улицы. Местные жители большей частью на улице были мужчины. Почти все кутались в меховые куртки, да и сапоги были сшиты мехом внутрь. У некоторых к шапкам, очевидно для красоты, были подшиты звериные хвосты. Они или спускались, как ушки вдоль лица, или пелерины из пяти семи штук защищали спину. Почти все они были голубоглазы и со светлыми бородами. Они останавливались, разглядывали наше стадо, тыкали пальцем и били себя руками по крепким ляжкам. Чем-то мы привлекали их внимание. Здание, куда нас завели с улицы, было невысоким, очень длинным и теплым. Воздух там был пропитан запахом дыма и застаревшего пота, прокисшего пива и животных. Очень отчетливо пахло псиной. На стенах висели лампы, примитивные, масляные. Было довольно темно и душно, горело несколько каминов. Вдоль одной из длинных стен тянулся узкий помост, меньше метра высотой. Каждую из нас посадили на помост, и за не слишком длинную двойную цепь прикрепили к стене, закрыв на замок. Самый примитивный навесной замок, ключ от которого забрал Таирус Олесио. На помосте можно было сидеть или свесив ноги, или на корточках. Встать не позволяла длина цепи. Напротив нас стояло несколько грубо сколоченных столов и таких же скамеек. Там сидели местные, пили что-то алкогольное, громко говорили, не смеялись, а ржали и обсуждали свои дела, а может быть и нас. Многие из них сняли шапки, но куртки не снимал никто. Мясистая подавальщица принесла Таирусу Олесио кружку с питьем. Он поднял кружку, приветствуя соседей по столу, и сделал вид, что отпил. Время тянулось, все так же пили и разговаривали мужчины за столами, все так же тыкали в меня и моих соседок пальцами, и ничего не происходило. Наконец, один из мужчин что-то крикнул. К нему, сгибаясь в поклоне, подбежал раб в таком же ошейнике, как и у меня. Выслушав приказ, он притащил два больших, но легких мешка, и торг начался. Нас меняли на меха. Сперва торговались и за мужчин. К Таирусу подходили, предлагали цену, он отрицательно тряс головой. Это все длилось так долго, что я, прислонившись спиной к бревенчатой стене, уснула. Купили меня и еще несколько женщин уже к вечеру. Пожилая статная тетка, лет 35-40, бесцеремонно влезла каждый из нас в рот, задрала подол и осмотрела тела. Под веселые комментарии и советы толпы. Она торговалась с Таирусом азартно, так же, как и мужчины, хлопая себя поляшком. Она и одета была так же. Длинная, почти до колена распахнутая куртка и меховая шапка с кучей хвостов. Отличало ее только отсутствие бороды и высокий голос. А когда она в азарте кинула шапку на пол, стали видны светлые косы, скрученные в баранке над ушами. Меня, ту девку, которую я ударила, и еще двух крепких женщин вместе с пятью мужчинами погрузили в телегу, запряженную невысокими, какими-то косматыми лошадками, засыпали сеном и повезли. Сопровождали нас шесть человек на таких же конях. У каждого из них за спиной висел лук и был колчан с десятком стрел. Никто из нас не был прикован, но и бежать по снегу и без одежды никто не пробовал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok